Я хочу вам представить Мухтара Аблязова, бывшего министра энергетики страны, проживающего последние годы в Париже, и поговорить с ним, собственно, о том, как разделены сферы влияния у семьи Назарбаевых в Казахстане, насколько кто еще, кроме Дереги Назарбаевой, может действительно занять какие-то ключевые роли в новой схеме существования страны после так называемого ухода Елбасы, ну, не знаю, с поста первого президента. Меня слышите, Мухтар? Да, я вас слышу, я вопрос не расслышал у вас. Скажите, пожалуйста, как разделены роли в семье господина Назарбаева? Вот до чего теперь возглавила Сенат. Чем занимаются остальные родственники? Действительно ли они такие же влиятельные фигуры, как Дерега? И каким образом, в принципе, чем, как вы представляете себе, они будут заниматься после ухода Назарбаева с позиции первого лица? Ну, ваши эксперты достаточно правильно сказали, что на самом деле Назарбаев никуда не ушел. Он сейчас возглавляет Совет национальной безопасности. И реально основные функции и полномочия перераспределены именно туда. Назарбаев сейчас контролирует все государственные компании. Именно он назначает первых руководителей. Он контролирует национальный нефтяной фонд страны, где сосредоточено более 60 миллиардов долларов. Он в соответствии с Конституцией не только неприкосновенный. Он обладает статусом первого президента и стоит над всей властью, над всей политической верхушкой. А если говорить о влиянии членов семьи, то никто из них не имеет никакого влияния. Это влияние надутые, нарисованные, надутые прессы, средства массовой информации, которые контролирует султан Назарбаев. Наше общество архаичное. Женщина в нашем обществе не может быть руководителем сознания основной части населения, во-первых. Во-вторых, не может быть лидером страны дочь Назарбаева. Это массовое неприятие на всех уровнях. В том числе и у политической элиты. Поэтому султан Назарбаев, по сути дела, имея абсолютную власть, хочет построить монархическую систему, законсервировать эту систему еще лет на 20-30. Но у него этого не получится. Члены его семьи не имеют никакого влияния. Они имеют влияние ровно столько, сколько имеет султан Назарбаев и позволяют им влиять на те или иные назначения. Они, если говорить упрощенным языком, когда вы спрашиваете, что они делают, они просто рубят капусту, говоря просто по-русски обогащаются и, по сути, живут богатой, роскошной жизнью, имея недвижимость по всему миру, имея огромные миллиардные средства. Но на самом деле ситуация не так плоха, как я сейчас слышал ваш репортаж как будто в Северной Корее. Все совершенно иначе выглядит. Это взгляд со стороны, это ошибочный взгляд. Ну вот как вы рассуждаете в России, говорите, например, что вот мы не видели таких людей, которые так хорошо поют. Но мы со стороны тоже смеемся, когда видим, как Путин двумя пальцами красиво играет на рояле. Поэтому это тоже вызывает смех. Также, когда вы смеетесь, как поет песня, то есть Нур-Султан Назарбаев. На самом деле они живут своей жизнью, народ живет своей жизнью. 30 лет Нур-Султан Назарбаев был в власти, и когда происходит некое перераспределение власти нашим членам своей семьи, это автократическая система, которая построена на власти одного единственного человека, который назначает судей, парламент, правительство. Все, да, только достаточно какую-то власть перераспределить кому-то, она теряет равновесие этой системы. Теперь эта система потеряла равновесие. И я убежден, что время жизни этого режима не больше одного года. А зачем же он тогда это сделал? Такой хитрый, такой умный, так давно правящий стороной Назарбаев. Зачем же он решил перераспределить власть? Если, как вы говорите, я думаю, он это тоже понимает. Действительно, он теряет свою сакральность, как только он уходит с поста первого лица. Сакральности нет у Назарбаева. Если вы внимательно понаблюдаете за его действиями в последний год, он вызывает только такой гомерический смех, когда, например, у нашим граждан на критику, что жизнь плохая, рекомендуют походить по кладбищу и сравнить свою жизнь с покойниками. Это вызывает гомерический смех и возмущение всех граждан страны. Каждый его выход вне протокола, вне текста, который пишет ему спикер, вызывает массовое возмущение длительное время в нашей стране. Это президент все время лжет. Две девальвации, которые проходили в нашей стране, он клялся, говорил, девальвации не будет. Поэтому никто ему не верит. И все, что вы говорите, это туманный флер, который создали средства масс-информации как России, так и Казахстана. Что касается, почему он это сделал, ему в июле будет 79 лет. И он понимает, понимает его семья, что жизнь его не вечная. Как Ислам Каримов взял, неожиданно умер. И Мерзиёев перехватил власть. И фактически отобрал все активы у членов его семьи, посадил в тюрьму старшую дочь Ульнар Каримову. И, конечно же, члены семьи забеспокоились. Именно в 2016 году, в октябре, начались такие активные подготовки. Подготовка, перераспределение полномочий, перераспределение власти так, чтобы во власть пришла его дочь, Дариган Азарбаев. Потому что Азарбаеву некому передать власть. У него три дочери. И Дариган Азарбаеву, на его взгляд, наиболее подготовленная. На самом деле она очень слабая. Всегда любые посты она занимала по указу своего папы. В Сенат она пришла, назначенная неизбранная народом. Председателем Сената она тоже пришла, потому что ее папа назначил. Эти люди, как домашние баллонки, когда сейчас начнется реальная политическая борьба, будут серьезные оппоненты, эти домашние баллонки просто будут съедены. А почему вы думаете, простите, что через год начнется какая-то реальная борьба политическая? Вы же сами сказали, что Азарбаев никуда не ушел, на самом деле. Политическая борьба начнется не через год. Она уже началась. Она началась, если вы внимательно понаблюдаете за тем, что делает власть, я вам скажу так. Каждое мое выступление в стране отключает интернет. Вы можете есть в стране, у вас в России, кто-то, когда тотально на 2 часа, на 3 часа, на 5 часов, как последние 2 дня происходит, чтобы интернет в стране был отключен тотально, чтобы не работал интернет в банках, не работал в кассах. Люди не могли вообще по интернету ничего сделать, посмотреть. Это происходит в нашей стране. Это происходит почему? Потому что в нашей стране существует политическая организация, демократические выборы Казахстана. Это вам те эксперты, которые изучают нашу страну, могут подтвердить. И поэтому политическая борьба уже идет. Вы ведь недавно совсем, но Султан Назарбаев срочно принял разные указы, законы, когда на улицы вышли матеря с протестами. Он испугался и объявил, что с 1 апреля будет целый пакет социальный. Потому что сейчас напряжение в обществе достигло такого уровня, что он прекрасно понимает, что он не сможет осуществить передачу власти членам своей семьи. События в Алжире, события в Армении, они подталкивают наших людей уже на активные действия. И эти действия не произойдут через год, они произойдут в этом году, в ближайшие месяцы. Потому что Акела промахнулся, говоря, известный комбинга. Он устал, он старый. И люди это чувствуют и понимают. Поэтому все события произойдут в этом году. Никогда-либо в этом году. Наверное, будет трудно все эти события производить без интернета. Действительно, довольно это мощный инструмент. Если отключить интернет, то и революцию сейчас сделать довольно трудно. Нет, если интернет отключить, то как раз это сделать легко. Вот представьте, в России каждый день будет на 5 дней отключать интернет. Вы увидите, как сотни тысяч молодых людей через какое-то время выйдут. Совсем недавно в Москве вышли 17 тысяч человек или 15 тысяч человек. Но в Москве и в России не отключают интернет, как в Казахстане. А у нас каждый день, каждый день, когда мы проводим эфир и чат, чат и телеграм, в Казахстан прямой эфир, с 21 часа в течение двух часов в нашей стране нет интернета. Последние несколько дней я проводил в течение дня три раза эфиры. Тоже выключали. Это вызывает... Тебя почти окончательно уже лишили Казахстана интернета. Спасибо большое. Это был Мухтар Аблязов, лидер общегражданского движения «Демократический выбор Казахстана», который считает, что уже в ближайший год политическая ситуация в Казахстане принципиально изменится. И даже говорит, что Акела промахнулся. Посмотрим, как будет вести себя Акела Нурсултан Назарбаев дальше. Акела Нурсултан